Эй, Орешка приветствует и приглашает на Релай-эскурсию. Взрывайте, конечно, лайки и подписки. Об этом я почти не говорю. Будьте мне здоровы и счастливы. Вперед. Начинаем мы знакомое место наше, да? Конечно, мусорка. Мусор надо выбрасывать обовязково на мусорку. Они в корзинке, на улицах, на остановках. Виктор так и живет на мусорке. Помню, я говорил о нем давненько уже. Также проживает. Ну, где-то у него есть какая-то лачушка все-таки. Он бреется, моется. И убирает, подметает, чистит, ждет, машину грузит, помогает. Я также поддерживаю его чем могу. Иногда продуктами. Так, продолжаем. Сегодня активный у нас велоэкскурсионный день. И винница фром Украины. И орешка представляет. Приглашаю, дорогие. Коль бонусный интернет есть, успею. Успел. Бонусный интернет надо выжать использовать. Тут день-два остается, а такое солнце, настроение. Есть силы. Также. И на рыбалку с мотылем. Сегодня первый день пробы мотыля. Посмотрим на дальний заброс, на удочку, на дудку, как говорит Колян. На дудку. Постепенно будут видео выходить. Сейчас помянут вам такой формат. Шорты. Их посмотреть легко, удобно. Их больше смотрят. С удовольствием смотрят, вижу. Поэтому помянуте. Иногда будут репортажи подлиннее. Ну, велоэкскурсии, вело-туры, конечно, чуть подлиннее. Будет получаться по 15 минут. Тут уже по минуте не сделаешь. Тут все интересно, правильно? Поэтому так же подержите орешково. Я вижу, что зрители благодарны. Воспитанные, культурные. Это очень приятно. Цивилизованные. Это море, спорт, рыбалка, музыка, танцы. Девушки классные. Это приятно. Ну, и такой дорогой тут мы еще не ездили. А я часто, почти. Ну, вот. Опа. Пожалуйста, вам. Бывает такое нечасто. Но вот нет никого, видите. И что лежит у нас? Сейчас мы поставим в велик этот мой. Кто потерял? 20 гривен, боженька, подал. Хозяев нет, смотрите. Вот запись идет. Хотелось бы отдать хозяеву. Но, коль нашел, что правильно сделать? Как вы считаете? В карман положить, а? Или оставить на месте? Вот ваше мнение, пожалуйста, дорогие зрители. Но я в карман положил. На мусорке помогу Виктору в следующий раз так же. Видите, возможно, это тоже действует работа. Ну, 20 гривен, это немного, да. Это, если доллар по 8, ну, чуть больше 2 долларов. Никого нет. Ну, на жаль. Так бы я спросил, верну. Ну, коль никого. Не знаю, к счастью ли это все происходит. Будем надеяться, происходит на лучшее. Ну, в любом случае, я это фиксирую себе, наматываю. Ну, значит, это мне кто-то что-то не для меня, а для нуждающегося. Так? Вот я не зря про мусорку, про Виктора. Поэтому, возможно, оно и возвращается все, видите. Слова, действия, особенные действия. Вот Иван поддерживает правильно, говорит, что не только в адрес погоды. Погоды, денег, жизни. Так что возвращаются, да, действительно, давайте следиться. Пазарами, скажу грубо. Ну, и за действиями, да, стараться все-таки действия контролировать свои и в положительное русло запускать. Так, это Б. Вот тут я иногда тоже покупаюсь. Затариваюсь. Тут чуть поменьше людей, если на юности бывают очереди, то здесь. Ну, вот как мне проездят, сейчас тут. Патой, 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 патой. Там я растек, я могу просто купить. Вот так проездят. Так что, ну, дальше вот находил 50 гривен недавно, 20, да. Так что миллион баксов, долларов, то не находится пока так. И я думал, другой дорогой ехать тоже. Думал, не через мусорку. Кстати, о, какой дом. Домище появился, видите. Вместо магазина охоты и рыбальства. Думал, другой, не хотел. Ну, мусор накапливается, надо выбрасывать, иначе впереди там хоккей и все остальное. Опять, поэтому надо по ходу, по пути на ровере. И не скрипит. Вот, видите, вот бывает. Он свое уже накрутил, перекрутил, и не скрипит. Это хорошо. Так, теннис я, кстати, стал пореже играть. Рыбалка переманила, но сейчас дожди, поэтому опять с теннисом промежал. А теннисисты есть, вот собираются. Ну, наша команда. Привет. Молодцы. Выводят. Привет, братва. Кто-то спорят там. Кто забил, кто не забил. Юра чемпион. Привет, братва. Ботва. Так, ну я тут уже обращаю. Опа, есть Сергей, мастер. И место орешка. Хе-хе-хе. Колян. Сейчас я им опарико привык про опарика, опарика уже. Пора забывать, червей тоже нет. Мотыль. Мотыль называют. Мотыль тоже, как правильно, кто подскажет. Мотыль, мотыль. Тоже, ну я много не брал сегодня. Так, я хочу у вас с этой стороны. Сюда поеду. Ну вот таким путем я и приезжаю на рыбалку. Пять минут. И так, как и пять. Это слишком, как и пять. А без мусора не будет все четыре или три. Что там, Алексей еще, боже. Вся команда взморит. Ну да, ведь. О, уже покрыл. Сейчас, да, я уже покрыл. Ой, интересно все. Правда? Так. Не знаю, наверное, на стоп. Не хочется, не давайте тогда продолжим пока. Или на паузу сейчас спущусь, вот неудобно. Вот так вот. Так, я уже поближе. Сейчас. Опа. Блин, не получается. Сейчас. С двенадцати не было поклевки. Это уже сколько? Два часа? Офигеть. А на шо? Я не смею. На манку вы любите, да? Так, ну хорошо. Я тогда сейчас там, смотрю, все занят. А Алексей что там тягает рядом? Он любит карасей. Знаете вот Алексей? Да, он карасика, да. Вот Алексей и тягает. Вот он мастер. И карпа вытащил в этом году, он летом. Карасика поймал, там, акунка поймал. Ага, но он с утра. Он с утра, да. Он же не час поймал, да? Он обычно утром тягает. Да, с утра, да. Ага. Так, где же мне приземлиться? Я сегодня хочу здесь такие дужки сделать, да? Я говорю, что сворачиваете. А, да? Сейчас я подъеду. Если сворачиваться, там и станешь. То говорите, даже без поклевки, офигеть. А вчера тогда как? А вчера мне было с полсот нешов никогда. Ух ты. И шо? Вы с ними? Ну, такие красавцы. Ну, кроме самов, ничего больше. Ничего. Ничего. И на банку, да? На банку. Ты смотри. Ну, хорошо. Бегали какие-то бутылка шестилитровая, это банка. А? Вот так нет. Дерево уплыло. Да, дерево уплыло. А ветер был отсюда. Ты смотри, ветер сдул, да. Опа. Алексей что-то тянет опять. Ты смотри, опять тянет что-то. Ну, красавец. Еще поздороваться не успел, он уже тянет. Сервис. Конечно, работает прямая трансляция. Лизочка, привет, дорогая. Привет. О, ну так это крупнячок. Самидзе. Ну, Самадзе. Самашвиле. Хорош. Ну, я слышал, что и карасики есть. Много чего. Один. Да, сейчас я уже подъеду. Один. Совсем один. Так. Ты только начал съемку, боился стены. И сразу начинает тягать. Ну, да. Смотри, паутинка. Бабье лето, блин. Бабье лето продолжается. Ну, я там осадки впереди. Посмотрел, что это. Ого, это как леска. Да, видишь. Смотри. Пару дней назад говорили, что с сегодняшнего дня уже за дождин, уже все, капец. Ну, через день я смотрел. А я сегодня утром. Они, может, обновляют информацию. Информация обновляется. Так, хорошо. Тогда успехов. Я побежал дальше. Ну, где-то рядом. Где-то рядом. Еще и поплавать надо успеть. Потихоньку желтеют листья. Не резко так, да. Все-таки желтеет, краснеет. Ну, пошел процесс. Процесс запущен. Очень успеет. Красота. Все равно полюбоваться. А теперь весенть заканчивается. Ну, да. Но мы уже привыкли к теплу. Мы уже хотим продолжение банкета, так сказать. Да-да. И там, Танюшек, Лепа. Дома 27 градусов. Отопление включили. На балконе, в трусах можно. Отопление включили, но у нас можно прикрутить чуть-чуть. Вот ОСББ делает. А у вас прикручивает? У нас тоже можно прикрутить. Но у нас если снизить температуру на верхней, то на нижний холод. Ну, сейчас везде тепло, поэтому можно и снизить и там, и там температуру. Мы ОСББ, там есть чат в Вайбере. Все пишут свое мнение и приходят к общему. Но это бывает там у них до ругания, до всего там. У нас сейчас было классно. Мы в этом году сделали крышу. Крыша с нуля. Ну, вы сделали, кто сделал? Кто? Жильцы или город? Какие жильцы, слышишь? Городу эта крыша обошлась 5 миллионов гривен. Так. Поставили новый лифт. Так. Нулячий вообще. Ну вот, и у нас так же. Ну не нулячий, а работает. Отремонтировали, сделали капремонт, замену двигателя старого лифта, грузового. Ага. А у вас два лифта, да, в шахте получается? Потому что есть такие подъезды еще. Это старый вариант тоже домов, да? У вас грузовой и... А, у вас крутой дом. Ну это же вот этот дом на углу, где украиночка была. Вот он, белый. Где украиночка? А, вот здесь вот. А, да-да-да-да-да. Ну это из старых домов, это 70-е годы. Ну конечно. 70-е. Но они везде делали такие по два лифта. У нас лично тоже 70-е, но лифт один. И так и на. Поменяли, поменяли трубы воды, горячей воды. Нам, в принципе, осталось только отопление. И сейчас идет капремонт первых этажей, типа парадная. Красота. А у нас что-то... Вот стояк общий, канализация. Все за, а два-три против, потому что сделали у себя дома ремонт. И не хотят. И вот весь подъезд приходится страдать. Ну а какие проблемы? Поменяли вверху, поменяли внизу. А они пусть себе живут со старыми трубами. Так не получается. Да получается все. У нас вон получается. Я, например, не захотел менять, потому что у меня чугуняка, 12 этаж, чугуняка отличная. Стояк. Стояк. Зачем я ее буду менять? Канализация. И что, сделали без вас? 9 этажей? Да. Они сделали вверху два этажа. И внизу. Не, внизу тоже человек не менял. Какие проблемы? Это все делается. Да, ничего, никто не может говорить, что не получается. Да, ну, он иногда делает это все без проблем. Ну, в общем, такой вопрос есть, проблема тоже, как бы сказать. Потому что многие и все. Это не проблема, Андрей. Сейчас, понимаешь, сейчас все есть. Сантехническое, есть такие чудеса, которые я даже вообще даже не думал, что такое может быть. Все меняют. Да, ну, в общем, как-то этот вопрос надо тоже обсудить. Так, хорошо, со зрителями прощаемся. Чао-чао, до следующих серий. Горишка вместе с вами. С любовью, до душой. Пока-пока-пока.